Леди не при шляпке? Значит, это не леди. Мы соберем практичные шляпки классического стиля буквально из ничего. Как, впрочем, это делали и делают сегодня самые знаменитые шляпники всего мира. Сегодня все в наших руках. И кусочки меха, кожи, шелка, сица, шерсти, прозрачного газа, которые получают шанс превратиться в головокружительное нечто. Шляпный ответ на модный вопрос дает Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители! Шляпа, безусловно, вершина стильного пилотажа. И поэтому, если дама умеет носить шляпу, находить нужные дополнения, то костюм получает образную завершенность и выигрывает. Моду сегодня делают детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу предложить вам очень простую шляпку, которую мы сможем сегодня собрать из очень простой формы. Итак, шляпка состоит из донышка, тульи и поля. Иногда поле может отсутствовать, тогда это будет еще более простой вариант. Донышко у меня диаметром 20 см круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это размер, окружность головы где-то 57 см. Впрочем, вы можете рассчитать свой диаметр круга, сделав его побольше или поменьше, если размер ваш не совпадает с нашим. И теперь нам нужна тулья. Тулья – это обычный прямоугольник, который соответствует окружности головы, плюс припуски. Припуски должны учитывать внутренние швы или объем подкладки, потому что она может быть стеганой и занимать достаточно большой объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой совет. Если вы хотите рассчитать очень правильно донышко, вы вспомните из урока геометрии формулу окружности. Л – это окружность головы с три пусками. Два Пи, умноженное на Р. Р в данном случае будет радиус этой окружности. А Пи – это знакомое всем число 3,14. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самую простую шляпку обычно шьют, сшивая донышко и тулью. Я предлагаю вам очень экономичный способ, то есть сразу соединить донышко и тулью в одну деталь. Каким образом? Итак, прямоугольник я разделила на 8 частей. И провела вертикальные линии. Потом ножницами осуществила надрезы и разделила эту деталь на 8 маленьких прямоугольников, которые присоединила к детали дна. Вы видите, что по касательной у нас здесь 8 лучиков, 8 прямоугольников, которые дополняют центральный круг нужного мне размера. Таким образом, деталь у нас получится цельнокройной, потому что, соединив выточки между собой, вы получите очень интересную форму шляпки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А, кстати, сегодня у нас в гостях Рыкова Татьяна, дизайнер вязаной моды, автор многочисленный, автор многочисленный, автор многочисленных публикаций, руководитель авторской школы дизайна и прикладного рукоделия, стильная штучка. У настоящего мастера от нас нет никаких секретов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие женщины, все вы знаете, как важны детали в нашей жизни. Одна маленькая деталь может изменить всю нашу жизнь. И, конечно же, в наших интересах, чтобы жизнь наша менялась всегда только в лучшую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь о деталях. Посмотрим на практике, как может одна деталь изменить ваш комплект. Обратите внимание на вот эту накидку, которая сейчас висит на манекене. Это тоже сама по себе очень модная сейчас деталь, которую можно носить поверх платья, поверх водолазки, поверх даже куртки какой-то верхней одежды. И, собственно, эта деталь изменит ваш образ, сделает его более ярким, более стильным. Как вы увидели на примере этой накидки, одни и те же вещи могут преображаться при помощи одной детали. Обратите внимание, вот у меня есть шапочка в таком же стиле. Шапочка связана, деталь валеная, из таких же материалов, как здесь цветок. Без этого валеного цветочка, конечно же, шапочка совсем простая. Но это создает очень сильный яркий акцент на изделии. Поэтому я вам рекомендую такие яркие и большие акценты делать только один, единственный в костюме. И если вы захотите к этой шапочке подобрать шарф, уже он должен быть более простой и однотонный. Либо того цвета, которого шапочка, либо цвет, который соответствует цветку. Выбирайте для себя только яркие, красивые детали. Живите красиво! Теперь мы приступаем к выполнению полей. Сначала сделаем лекало. Обратите внимание, у нас поле практически опущено вниз. Но оно могло и совершенно перпендикулярно тулье располагаться, как у шляпки-конотье. То есть вы можете просто, взяв ваше донышко, нанести его контур на макетную ткань или бумагу, обвести этот круг, а потом на равном расстоянии от круга провести еще несколько окружностей, которые будут составлять уже внешний контур полей. Обратите внимание на простейший цилиндр. Донышко, тулья, поле. И поле практически перпендикулярно тулье. Если бы я делала выкройку этого цилиндра, то я обвела бы донышко, это внутренний контур поля, потом на равном расстоянии провела внешний край поля и не вносила бы никаких изменений, просто вырезала деталь. Но наше поле приопущено. Как этого достичь? Вы просто, вырезав детали, разрезаете точно так же, как мы разрезали прямоугольник, то есть сделали несколько вертикальных линий, надрезав которые, вы просто тоже делаете защипы, выточки, которые опускают поле вниз. При моделировании шляпок очень ценится комфорт и удобство. Но представьте, если у верхней одежды достаточно высокий воротник, то вот немножечко наклонив голову назад, поле вашей шляпы может упираться в воротник. Поэтому иногда модельеры уменьшают расстояние поля сзади. То есть вы в области шеи просто делаете поле не такой же ширины, как впереди, а несколько меньше. И таким образом у вас деталь будет уже вот такой формы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, рядиться никогда не лень. Людмила шапкой повертела, на брови, прямо, на бекрень и задом наперед надела. Героиня Александра Сергеевича Пушкина поступила не только как настоящая женщина, но и в русле самых модных, самых продвинутых тенденций. Я уверена, наши гости, Татьяна Рыкова, со мной согласится. Как говорил великая Шанель, мода приходит и уходит, а стиль остается. Стиль делают детали. Я вам рекомендую использовать сейчас детали съемные. Тогда у вас будет больше возможностей для создания разных образов. Таким образом, одна и та же деталь может быть и брошью к нашему платью, и украшением нашей шапочки. И можно украсить варежки, если у вас этой детали две. Также сейчас очень модно украшать такими съемными брошями именно ручной работы, особенно шарфики. Завязали вы шарфик, прикололи брошь. Уже очень оригинальная деталь. Даже можно приколоть к верхней одежде чуть ли не к шубе. Если у вас есть, куда там приколоть, чтобы не испортить мех. Таким образом, не бойтесь экспериментировать. Выбирайте для себя детали, которые будут красить именно вас и выражать ваш внутренний мир вовне. Приступаем к текстильной сборке. Я взяла кусочек старого пальто, драп и кусочек клеевого флизелина. Нужно будет с помощью утюга зафиксировать клеевой флизелин на драповой основе. И воспользуемся нашей выкройкой, которую мы уже заготовили. Это будут детали донышка и тульи, которые наносятся на деталь флизелина. И не вырезая, а застрачивая в виде выточек уголки, собираем сразу тулью. В сборке это будет вот точно так же, как детали с подкладки. Вы видите, что у нас есть донышко и тулья вот такой интересной формы. Поскольку драп достаточно толстая ткань, застрочив выточки, я их разрезала и разутюжила. Потом соединила две детали, одна из драпа, а другая из подкладки с помощью косой бейки по периметру. И точно так же отдельно сделала деталь поля, которая тоже сверху и снизу обработала косыми бейками. Обратите внимание на интересную сборку деталей полей. Я взяла все мелкие лоскуточки, достаточно яркие и блестящие, которые у меня остаются после работы. И совершенно стихийно, без правил соединила их обычной машинной строчкой. Потом выкроила из них деталь поля по предложенной выкройке. Обратите внимание, с нижней стороны у меня деталь драпа, с верхней наборный лоскутный элемент, который я соединила между собой машинной строчкой, подчеркивая каждую лоскутную детальку. Между ними образуется пространство, которое я с помощью пицета и синтепона заполнила. И таким образом каждый лоскуточек прозвучал по-своему. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...